МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Медпомощь на колесах. В Республике действуют более 20 передвижных ФАПов. В память сердца состоялся конкурс эскизов медалей к 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Учитель перед именем твоим. Лучший педагог Республики примет участие в заключительном этапе главного конкурса страны. Смертельная опасность. С начала года в Республике участились случаи отравления жителей угарным газом в квартирах и домах. О том, как избежать трагедии в зимнее время и какие правила необходимо соблюдать при использовании газового оборудования в нашем сюжете. Казалось бы, обычный дом – так называемая хрущевка. Помимо газовых плит здесь есть и колонки, нагревающие воду. Поэтому и правила эксплуатации особые. Любое нарушение в использовании вытяжки несет угрозу жизни. Это связано с тем, что люди пренебрегают правилами пользования газового быту. Требование есть такое – о необходимости открывать окна, форточки, фрамуги при эксплуатации газовых приборов. И ситуация еще хуже усугубляется, когда абоненты ставят над газовыми плитами вытяжные зонты, или как мы называем их вытяжки, и в санузлах устанавливают так называемые вентиляторы в решетках вентиляционных каналов. При включении этих вытяжных устройств и при одновременной эксплуатации газового оборудования тяга опрокидывается в дымовом канале. Наибольшую опасность представляет собой оборудование с открытой камерой сгорания, например, проточные колонки и котлы. Во избежание трагедии необходимо проверять тягу в вентканалах и дымоходах до, во время и после работы. Одновременно эксплуатировать колонку, которую ставят вентиляторы. Вентиляторы запрещено одновременно с колонкой включать, потому что у нас при включении вентилятора дымоудаление должно уходить в трубу, естественно, у нас вентилятор перетягивает и все попадает в помещение. В помещение попадает, из-за этого человек у нас нравится. Чтобы обезопасить себя, раз в год нужно проводить в квартире или доме регулярную проверку исправности газовых приборов. В зимнее время в верхних зонах вентиляции бывает оледенение. Угарный газ не имеет запаха, поэтому важно следить за своим самочувствием. Первые симптомы отравления – головокружение и рвота. При этом необходимо сразу же выключить все газовые приборы, открыть окна и вызвать скорую помощь. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Мы уже рассказывали вам о том, что жители Новочебоксарска жалуются на едкий запах хлора в городе. Это продолжается уже два месяца. За декабрь прошлого и январь этого года в надзорные органы обратились уже более ста человек. Сегодня в Доме правительства на совещании обсудили ситуацию. После жалоб людей на территории Новочебоксарска специалисты Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства проводили замеры воздуха в декабре прошлого и январе нынешнего года. В разное время фиксировали превышение концентрации хлора и других опасных для человека веществ в несколько раз. В пробе атмосферного воздуха, отобранного в вечернее время 7 декабря по улице Винокорова 3 в городе Новочебоксарск, содержание хлора превысило гигиенических норматив в полтора раза. Ночью 19 января 2021 года по улице Большая в деревне Тульково-Чебоксарского района также было зарегистрировано превышение ПДК хлора в 5,5 раза. Нами в адрес все материалы переданы в ОМВД. Еще в декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в Новочебоксарске. Прокуратурой города и другими специалистами выявлены факты превышения концентрации вредных веществ, как на территории Новочебоксарска, так и на территории цеха предприятия «Химпром». Кто является виновником загрязнения воздуха в городе, сейчас выясняет Следственный комитет Чувашии. Первое, что возникает, когда мы говорим про город Новочебоксарск, это «Химпром», но при этом факты говорят о том, что на самом деле с веществами, которые были обнаружены в воздухе, работают более чем 10 хозяйствующих субъектов на территории города Новочебоксарска. Надо исследовать ситуацию более полно, разносторонне и дать объективную оценку. Но самое главное, наша цель на самом деле устранить причины и не допустить в дальнейшем выброса хлора. Несмотря на принимаемые меры, ситуация с пожарами в Чувашии остается напряженной. С начала года зарегистрировано 35 возгораний, погибли 11 человек, в том числе трое детей. По этим показателям Чувашия стоит на первом месте в стране. Как предотвратить несчастные случаи, обсуждали сегодня в Доме правительства на внеочередном совещании. Основные причины несчастных случаев по-прежнему нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неисправная электропроводка. За истекший год за счет средств различных источников финансирования на территории республики отремонтировано 38 неисправных печей в местах проживания нуждающих семей. По нашим подсчетам, в ремонте печей нуждаются не менее 300 мест проживания семей ежегодно. В ремонте и замене электропроводки ежегодно нуждаются не менее 400 мест проживания граждан. Также не могу не отметить, что данная зона ответственности, это собственники жилья, отвечает за замену электропроводки. Самый страшный пожар в этом году произошел 1 января в Румарском районе. В огне погибли сразу 6 человек, в том числе трое детей. В результате проведенной проверки выяснилось, что на пожарную безопасность в шести поселениях этого района выделяется от 400 до 800 рублей в год. Эти средства уходят на перезарядку огнетушителей в административных зданиях. Глава Чуваши Олег Николаев отметил, планы работы по профилактике пожара вы должны включать конкретные мероприятия. Если мы с вами будем иметь четкий план действий и четко будем понимать, что надо делать, как надо делать, и есть разработанные мероприятия по реализации этих видений, как правило, финансовые средства тоже начинают находиться. Поэтому вот здесь давайте вот эту работу, пожалуйста, Герман Евгеньевич, организуйте с главами муниципальных образований, особенно по тем проблемным направлениям. И мы тогда уже будем более предметно обсуждать этот вопрос. Кроме этого, на совещании было рекомендовано тщательнее проводить проверки противопожарного состояния населенных пунктов, обращая особое внимание на первичные меры пожарной безопасности. Кстати, с 1 января этого года вступили в силу новые правила. Теперь для отопления зданий можно устанавливать металлические печи только заводского изготовления. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. Сотрудник полиции Канажского района Александр Степанов бросился в горящий дом, чтобы спасти людей. За проявленный героизм старший сержант представлен к медали за смелость своими спасения. С подробностями наши коллеги из пресс-службы МВД Почуваши. Я побежал, побежал дальше, где входной дверь, там получается все горело, обратно прибежал, в это первое окошко разбил и выдернул оконный проем. В дыму у горящего дома в деревне Новые Шальтямы Канажского района старший сержант полиции Александр Степанов заметил шатающегося хозяина. Полицейский оттащил мужчину подальше. Тот пробормотал, что в помещении находится его приятель. Чтобы спасти 55-летнего сельчанина, сотрудник полиции залез в оконный проем. Только потом он заметил, как сильно обгорела его форменная одежда, а огонь расплавил выпавшие ключи от личного автомобиля. Ведь в то январское утро полицейский водитель отдела МВД России по Канажскому району возвращался в родную деревню после суточного дежурства. Издалека заметив задымление, он бесстрашно шагнул в огонь. А что думали? О чем думали? Помочь человека. Спросил. Знал, что ни один живет здесь. Есть кто-нибудь. Постоянно здесь народ ходит. Решил помочь. Потом Александр помогал пожарным тушить пламя. Скромный по своей натуре полицейский, не стал делиться с коллегами произошедшим. Он до сих пор считает, что ничего героического в его поступке нет. О том, что он спас из пожара человека, мы узнали только сегодня. И то от других сотрудников, которые выезжали на место происшествия, сам лично не говорил. Очень скромный и порядочный сотрудник. За храбрость, проявленную при спасении человека на пожаре, старший сержант полиции Александр Степанов представен к медалям МВД России за смелость во имя спасения. В этом году перед IT-отраслью республики стоят большие задачи. Реализация национального проекта «Цифровая экономика» требует нового взгляда на ряд ключевых проблем. В столичном детском технопарке «Кванториум» состоялась встреча представителей отрасли, в которой приняла участие исполняющая обязанности министра цифрового развития информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина. «Кванториум» для встречи выбрали не случайно. Здесь осваивают навыки программирования талантливые школьники. Кристине Майниной продемонстрировали технические возможности обучения. Всех на парке – хорошее оборудование, позволяющее изучать инженерные, био- и нанотехнологии. Именно вопросы формирования кадрового резерва стоят на повестке дня отрасли. Так представители кластера волнуют низкий проходной бал при поступлении в ВУЗ от топ-кадров крупные города России и низкие зарплаты. Руководители крупнейших компаний рассказали о перспективах развития и задачах, которые решают. «Хотела бы с каждой информационной системой лично познакомиться, посмотреть, какие там крутятся данные, поскольку, мне кажется, такой самой близлежащей моей задачей сделать систему управления регионом на основе данных, для того, чтобы мы правильно могли принимать решения взвешенно и основана на достоверных данных». «У нас задача сейчас написать стратегии, выстроить какой-то план действий, забюджетироваться и вот прям с флагом идти вперед. Надеюсь, что вы все меня поддержите». В Чувашии может появиться новый мясоперерабатывающий завод. Такую возможность глава Чувашии Олег Николаев обсудил на рабочей встрече с руководителем «Марийского агрохолдинга» Звениговский Иваном Казанковым. Скорее всего, новый инвестор для производственных площадок выберет Новочебоксарск. В первом полугодии 2021-го в городе химиков и энергетиков создадут зону с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Кроме того, для помощи инвесторам в Чувашии действует единый институт развития. Владелец агрохолдинга Иван Казанков рассказал Олегу Николаеву о планах развития предприятия. Ежедневно на заводе выпускают и реализуют более 100 тонн готовой продукции. Приблизить первичную медицинскую помощь в отдаленных деревнях помогают мобильные фельдшерско-акушерские пункты. В рамках национального проекта здравоохранения в республике действует более 20 поликлиник на колесах. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт действует в Цивильском районе более двух лет. Жители уже успели оценить его работу. Этот передвижной ФАП предназначен для обслуживания населения в труднодоступных и малонаселенных деревнях. Всего с начала работы было проведено более 400 выездов и осмотрено около 8 тысяч человек. Такой мобильный пункт может приехать даже в поле или в лес и проверить самочувствие людей. ФАП оборудован системой отопления. С виду это обычный автобус, а внутри целых три зоны. Кабинет фельдшера, акушерской помощи и зона ожидания. Все, как в обычной поликлинике, только габариты поменьше. Раньше мы ходили пешком, на попутках, а сейчас мы очень рады, что нам выделили такой мобильный ФАП. Мобильный ФАП у нас оснащен самым необходимым оборудованием, вплоть до аппарата ЭКГ и дефибриллятором. И нет необходимости брать с собой из поликлиники нужный инструментарий. Под рукой имеется все для обследования больных. Кроме того, проводим осмотр больных и оказываем неотложную медицинскую помощь. Жители деревень регулярно проходят профилактические осмотры, сдают анализы и получают советы врача. В каждую деревню района передвижной ФАП заезжает два раза в месяц. О своем приезде оповещают по телефону. В этот раз медицинскую помощь на колесах получили жители новой деревни. Наша деревня находится в трех километрах от города. В деревне в основном живут пожилые люди. Автобус у нас в нашу деревню не ходит. У нас только личный транспорт. И когда появился мобильный фельдшерский акушерский пункт, мы очень довольны стали. Пожилые и молодые люди стали обследоваться уже дома. Можно сказать, что больница пришла к нам домой, а не мы в больницу ходим. Следующий выезд передвижного ФАПа в деревню Анаткасы. Инесса Потапова, Павел Иритков, Республика. В этом году Республика отметит 80-летие трудового подвига строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Ранее объявили конкурс эскизов памятной медали, посвященной этому знаменательному событию. И вот стал известен победитель. В конкурсную комиссию было представлено 11 работ. Основными критериями отбора были соблюдение правил геральдики, фалеристики, высокая художественная выразительность, оригинальность решения и, конечно, эстетичность награды. Получилась медаль. Я думаю, что, подержав в руках ее, каждый проникнется этой идеей, этим состоянием величия, духа, женского подвига. И я надеюсь, что наша история, которая началась, может быть, в маленькой республике, разовьется дальше, поскольку мы своим примером на сегодняшний день, надеюсь, зацепим и Приворский федеральный округ, и другие, так скажем, регионы, где проходили практически такие же работы. Победителем стал народный художник Российской Федерации Геннадий Проваторов. Вот как выглядит эскиз медали. В телефонном разговоре Геннадий Иванович рассказал, как шла работа. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Ну, во-первых, поздравляем вас с победой в конкурсе эскизов памятной медали, посвященной 80-летию строительства сурского и казанского оборонительных рубежей. Вы родом из Курска. Область – место переломных битв в войну. Чуваша же была в тылу. Насколько важно, с вашей точки зрения, сохранять память о событиях тех лет с помощью таких мемориалов? Какое значение имеет их визуальное воплощение? – Труд этих женщин в вашей республике, которые осилили неимоверными трудами строительства такого рубежа, достоин, обязательно достоин памяти. Я знаю, что это правда, что это документы. 380 километров. Но где-то внутри просто аж не верится, как можно осилить простыми инструментами лопатой и киркой. Рубеж длиною не 38 километров, что это тоже удивительно большой рубеж, а 380. И как не отметить этот героизм и самопожертвование женщин того времени – это невозможно. Отобранный эскиз памятной медали для проведения экспертизы направлен в Геральдический совет при президенте Российской Федерации. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. Считает свою работу увлечением всей жизни, получает от нее удовольствие и вдохновляет своим примером. Историк столичной школы номер 45 Александр Григорьев стал лучшим учителем республики. Теперь он примет участие в заключительном этапе главного педагогического конкурса страны «Учитель года России-2020». От повара и водителя троллейбуса до актера и журналиста. Кем только не мечтал стать Александр, пока сам учился в школе. Но в итоге выбрал преподавание истории. Причем сомневался в правильности выбранной профессии и даже хотел уйти после второго курса из вуза. Но первая практика в школе убедила остаться. И вот уже три года Александр Григорьев работает педагогом. За это время он успел стать лауреатом республиканского конкурса «Педагогический дебют 2020» и ретензентом нового учебника «Мой город». Когда задумывался о том, кем я могу быть, я сразу понял для себя, что рутинная работа, постоянная, монотонная, скучная – это не по мне. А в школе никогда не было и не будет ни одного дня, который похож на предыдущий. Это всегда что-то новое, всегда новый день, новые какие-то вызовы даже своеобразные. Поэтому школа интересна именно этим. Там не скучно. Стать лучшим учителем республики в 2020 году помогла своя методика преподавания. Особенности обучения поколения Z. Дети 21 века родились с гаджетами, и для них нет сложности в освоении новых технологий. Именно это и нужно учитывать современным педагогам. Поколение Z – это поколение визуалов. Соответственно, они воспринимают яркие, красочные образы. Они не могут сосредоточиться на одном виде деятельности, на одной работе в течение 45 минут. Им нужно обязательно несколько видов деятельности, и чтобы это было кратковременно. Тогда будут хорошо налажены учебные процессы, будут хорошие результаты. Сейчас Александр готовится к федеральному этапу конкурса. Он пройдет в Волгоградской области с 25 января по 2 февраля. За звание лучшего учителя страны будут бороться 84 педагога. Им предстоит поработать в методической мастерской и провести урок, затем определяться 15 лауреатов. По итогам испытаний классный час, и мастер-класс жюри выберет пятерку лучших. Один из них и станет победителем конкурса. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. В столичном детском саду номер 205 дошкольники осваивают цифровые технологии. В год науки здесь открылась лаборатория, в основе которой лежит анимационная интерактивная игра «Наураша». В садике созданы творческие мастерские, инновационные центры и лего-студии. В лаборатории маленькие исследователи активно изучают электричество, свет, магнетизм и многое другое. Эти знания в будущем помогут детям определиться с профессией. Детям очень нравится, они в восторге от этого вида деятельности. Но и родители тоже довольны, ведь это способствует их инженерно-техническим развитию, их инженерно-технических способностей, творческих способностей. Дети здесь не просто выполняют какие-то движения, а именно думают, замышляют, фантазируют, ну, занимаются творчеством. В 2020 году детский сад выиграл грант главы Чуваши. На эти средства был организован каворкинг-центр «Играем вместе». В ходе общения с воспитателями дети и их родители в онлайн-формате изучают пальчиковую гимнастику, приемы мнемотехники и развивают речь. Также мы занимаемся с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Их у нас 11 человек. Это интересно, увлекательно, нравятся детям. С ними работают психологи, логопеды, музыканты. Особое место в программе детского сада уделено активному образу жизни. Ежедневно дошкольники занимаются физкультурой, а также готовят творческие танцевальные номера. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Дмитрий Салманов, Республика. 14 проектов НКО «Чуваши» стали победителями первого конкурса президентских грантов 2021 года. Среди них и наши юные коллеги, воспитанники киностудии детско-юношеского творчества «Куча мала». А это значит, зрители национального телевидения «Чуваши» ждет новое шоу для подростков. Окунуться в техническое закулисье телепроизводства теперь могут все желающие старшеклассники, причем совершенно бесплатно. Проект – победитель конкурса президентских грантов. Это, во-первых, обучение юных операторов и режиссеров, а во-вторых, новое шоу прямого эфира «Зарядим стрим». Когда ты делаешь свой телепродукт, ты учишься быть внимательным, ответственным, решаешь разные проблемы. Это занятие просто тебя делает активным, прибавляет тебе разные эмоции. А раз еще скоро прямой эфир, то это плюс еще адреналин в крови. Увидеть шоу можно будет не только в телеэфире, но и в интернете. Наш канал давно уже стал творческой площадкой для юных коллег. Сотрудники национального телевидения «Чуваши» помогали кучам алинцам выпускать шоу «Отдыхайп». Новую программу ребята будут делать самостоятельно на самой современной технике, закупленной на средства гранта. Мы раньше и сейчас ведем прямые эфиры, но за камерами стоим не мы, а профессиональные операторы. А сейчас есть такая возможность поуправлять, даже самому провести эфир. Я считаю, это очень круто и познавательно. Прямой эфир – это высший пилотаж. Научиться работать без права на ошибку ребята должны всего за полгода, но и в команде наставников – опытные специалисты. Мы безумно рады, что появилась такая возможность учить чебоксарских ребят профессиональному телемастерству у специалистов на самой крутой технике. Это, безусловно, выведет детское телевидение на новый уровень, и группы уже формируются, так что не проспите. Николай Андреянов, Даниил Сергеев, Республика. Это были главные новости четверга, 21 января. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова